Я в очередной раз сменила локацию, и я сейчас не в студии, а на левом берегу реки Волга. Я хочу сегодня с вами поговорить, конечно же, о вязании, и мой канал называется «Елена Яковлева вяжет». Я в кардигане «Фиолент», связанном из хлопка, ажурным узором, и мы сегодня поговорим о принадлежности узорам тем или иным людям. Я начала уже другой проект по этому мастер-классу, и связан будет, или почти он уже связан, из очень красивого микса. Это микропайетки и суперкидмахер. Я очень часто тестирую один мастер-класс, но с разными вариантами пряжи, длины и плотности вязания, что очень важно. И некоторые, наверное, начинающие не совсем всегда понимают, что такое плотность вязания. А это как раз тот параметр, который влияет на размер изделия. Я очень часто приводила этот пример. Мы можем взять спицы толщиной с палец и такую же пряжу, и связать 10 петель. У нас будет достаточно большой образец. И мы можем взять спицы 3 мм, пряжу очень тонкую, допустим, 1000 метров в 100 граммах, но пушистую, и тоже связать 10 петель. У нас будут совершенно разные результаты. Хотя у нас будет одинаковый узор, или даже это будет просто лицевая гладь. Поэтому я тестирую с разной пряжей, с разным метражом, для того, чтобы посмотреть, каким образом выглядят изделия из разных фактур. А сейчас хочу предложить вам посмотреть, как начинался мой сегодняшний путь сюда, в этот небольшой отель на воде. Здесь много серферов, молодежи, здесь очень хорошая музыка, атмосфера. И мне хочется ее вам тоже передать. Ну, кстати, сегодня будут и примерки. Вот и фиолент я примерила сейчас, который прикрывает меня от жаркого-жаркого волгоградского солнца. И мы посмотрим на птичку. Я покажу вам мой новый проект, он очень интересный. Продолжение следует... Я только заселилась, и хочу показать вам свой номер. Выбрала я его с видом на закат. Вот номер 2. Успела только сумку поставить. Ой, как здесь прохладно. Так, что же здесь? Халаты, тапочки, фен, что для женщины очень важно. Так, вот. Прямо напротив телевизор. Еще один шкаф. Душ. Все для того, чтобы было комфортно его принять. И умыться. А мы с вами давайте посмотрим на бассейн. А потом я распакую свои вещи. Сегодня где-то 32-34 градуса. Купаться я пойду немножко попозже. Когда спадет эта жара лютая. Вот это предварительный обзор. Вместе с вами я делаю первый раз тут. Но мне уже все очень нравится. Вот эта атмосфера. Вид на город. Мы на левом берегу Волги. Вид на левом берегу. конечно же взяла вязание с собой на отдых но я не уверена что у меня получится знаете ли прям много связать и расскажу что же это за рукоделие значит это фиолент из микса пряжи сейчас давайте посмотрим вот из таких микропоеток и супер кедмахера есть некая особенность вязания фиолента и белый и вот этот вот цвета наверное акварельного синего связаны одним номером спины это лана гросса нет про сделал для лана гросса вот эти гладкие спицы очень гладкий особенность вязания вот этого проекта плащ будущий плащ посмотрите вот здесь вот такой фактурный шов будет реглан погон этот плащ будет с капюшоном очень объединяет этот плащ будущий мой и болеро ангел знаете что невесты да екатерина камшилова подписчица моя написала что невесты будут восторге но не только конечно невеста этот проект я вижу в принципе для тех кто хочет очень необычные вещи но согласитесь и болеро ангел фактурный необычный яркий и здесь навеяло на меня вдохновение от деконструктивизма вот регланный погон реглан погон точнее и их желание иногда демонстрировать швы наружу либо выделять их каким-то образом я напомню кто это такие основоположниками считаются йоджи и мамуто и рика кабакуба а больше всего так скажем популярности придали деконструктивизму это антверпанская шестерка выпускники королевской академии искусств и мартин марджела и вот я решила выделить как раз вот эти вот якобы швы такой фактурной нитью что же в ней в этой фактурной нити микс пряжи это экстра файн меринос это кашемир с люроксом и фактурный хлопок но почему я два проекта вам показываю если этот даже резинки связаны все одним номером спиц то здесь ситуация немножко другая давайте я вам сейчас покажу я с собой взяла к этим спицам под номером 5 взяла еще и вот такой ключик которым буду как раз снимать эти спицы фиолетовый и вот вешать зеленый это тоже нет про пять с половиной миллиметров перейду на них потом а впоследствии в некоторых участках этого воздушного легкого плаща будет связанные стиле спицами 6 миллиметров я подробнее конечно же все это расскажу когда уже будет что вам показать очень располагает атмосфера здесь делать это именно заниматься созиданием мне однажды сказали как из обычного клубка это супер кидмохер аврора от бренда и лари как из обычного клубка получается что-то необычное вот эта магия как раз и происходит благодаря вязанию клубки всем продают одинаковые а согласитесь в результате получается у всех все очень сильно разное сейчас найду какой-нибудь роскошный вид немножко полежу на солнце что кстати иногда полезно а то сижу дома вижу без солнышко безалкогольный коктейль не помню названием даже был среди коктейлей гамлет давайте я отвечу на некоторые комментарии пишет не елена довольдова елена здравствуйте рада видеть и слышать вас сегодня образ нежный летний и опять срочно хочется себе такой же сейчас вижу мать из из потрясающего набора пряжи который приобрела у вас уже четвертый не очень приятно елена что вы делаете отзыв о моих наборах пряжи спасибо благодаря вам получаю эстетическое и тактильное наслаждение и от вязание и от качества ниток и от цветового сочетания ну вот смотрите я почему рекомендую иногда пробовать разные возможности в творчестве в вязании да вот у меня одна концепция цветовых решений у другого специалиста другая концепция видения того какие цвета лучше сочетать друг с другом так что рекомендую пробовать разные способы создать то или иное изделие благодарю за знание и мой интерес который возобновился благодаря знакомству с вами пару лет назад жду следующего ролика спасибо большое и я помню елену она писала что у нее были трудности в жизни у меня тоже бывает и черные белые полосы сиреневые фиолетовые и вязание как раз тот способ которым я могу совершенно в другом мире оказаться для себя и создание новой вещи это знаете как какая-то новая история не зря они называются вот среди блогеров вязальщиков вязальщиц называются проекты наверное так и есть проект и пишет мне надежда алексеева на протяжении нескольких лет смотрю ваши ролики и не перестаю удивляться вашей работоспособности неделя новая связанная вещь неделя новый ролик а еще создание мастер-классов и подбор пряжи для нас кроме этого быт семья отдых и так далее когда же вы все успеваете леночка вы кладезь идей и вдохновение желание угасать ваши энергии продолжать радовать нас новыми образами вот что хотела сказать надежде до работоспособность высокая вот когда есть азарт стремление страсть к чему-то то вы не замечаете времени вы не замечаете усталость что очень важно да когда мы что-то делаем когда мы трудимся наверное со мной так и есть я и сюда взяла вязание не могу оторваться от него и не очень нравится то что у меня получается и пишет человек с ником имя фамилия только ленивый не связал этот ажур кучинелли и вот видите много смайлов очень это смешно аж под с головы течет у этой имя фамилии куда ни плюнь в интернете все все блогерши вязальщицы его мусолят кардиганы то футболки тупу ловеры все одно и то же инкубатор какой-то где ваша индивидуальность я принципиально не буду отвечать человеку без имени и фамилии и единственное хочу сказать но раз все так его вяжут ему солят и кто-то продолжает смотреть видимо вызывает интерес выбор корпорации крупные компании бренда брюнелла кучинелли мы еще сегодня поговорим об этом человеке я несколько слов хотела бы по поводу того что я думаю о его бренде что я думаю о его компании и что такое гуманный капитализм пишет мне психолог марина сайдашева добрый день милая елена вы гениальный человек такие качественные работы видео поражают спасибо за это вы мастер во всем вязание создание видео в монтаже тайм-коды и всевозможные ссылки спасибо за все настолько качественно у вас работа очень приятно вас смотреть и слушать мне понадобилось смотрите больше трех лет чтобы понять простые вещи это значимость качественного звука мне понадобилось три года понять для того что такое вообще контент что это значит контент какая наполняемость должна быть что интересно я же тестировала свои ролики я смотрела какие вызывают реакцию а какие остались пока не очень востребованными а что-то вызывало много споров или рассуждений в комментариях вот кстати сейчас не забудьте если у вас есть что сказать мне или какой-то вопрос задать я всегда отвечаю а тайм-коды до обычно это глубоко ночью когда уже ролик загружен на платформу youtube я пишу эти тайм-коды чтобы легче вам было ориентироваться в моей локации в моем мире под названием канал елена яковлева вяжет и тайм-коды помогают найти тот или иной сюжет если вы хотите пересмотреть или что-то для себя вспомнить так что в описании каждому ролику вы нажимаете три точки или кнопку еще и вам откроется целое меню где и ссылки всевозможные на моей социальной сети и в том числе тайм-коды спасибо большое марина мне очень приятно что вы обратили внимание на такие важные моменты в моей работе и вот у меня был ролик который я сняла как только связала первый свой пуловер кучен или он был с узорами листьев и вот такой тоже комментарий оставила женщина светлана владимировна разве не просто ажурный пуловер смотрите вы вышли на улицу оживленную в большом городе хотите передать впечатление допустим от скоростной трассы и вы не будете говорить там были синие белые красные автомобили вы скажете там был lamborghini там был майбах и там был прекрасный автомобиль с непонятным мне названием и представление уже будет меньше об этом третьем автомобиле просто когда мы говорим узор аля кучен или те вязальщицы которые следят за творчеством этой компании то они сразу представление имеют что за уровень этого изделия что раньше на самом деле лет 20-30 назад ажурный пуловер или свитер небо в голову не пришло связать ну потому что это казалось банальным измученным и учитывая что у меня всегда было в этом вопросе насмотренности мне казалось это каким-то очень часто используемым поэтому когда пишешь пуловер кучен или 99 процентов зрителей сразу понимают о чем идет речь а могла бы сказать какой-то свитер я связала вот здесь характеристика у меня в названии даже есть да что вижу пуловер кучен или всем сразу стало ясно что есть чем сравнить потому что многие это еще и вязали вы видите сколько вызывает эмоции даже в моих комментариях у меня в ролике сколько вызывает эмоций вот допустим тот же вот кучен или это было давным-давно вот этот вот ролик и тем не менее пройти мимо не могут либо какие-то восхищение либо что вы все время одной а что вы прицепились к этому кучен или ну потому что вызывает интерес и пишет оксана елена здравствуйте я из мурманск очень приятно мне нравится когда вы пишете из каких вы мест где вы живете смотрю вас на постоянной основе очень нравится подача информации я не умею так красиво говорить о своих связанных изделиях спасибо вам в августе планируем посетить ваш город волгоград не могли бы вы перечислить пару мест которые обязательно нужно посетить гостям вашего города заранее спасибо ну вот я сейчас нахожусь в потрясающем месте по стилю по интерьеру по идее вообще как можно отдохнуть прямо на воде то есть отель на воде я ездила недавно на эльтон посмотрите пожалуйста ролик уж коль вы забрались волгоград и да я все-таки рекомендую вам потратить время он находится по моему в 400 километрах от волгограда и это знаменитое богатейшие своими минералами соленое озеро равных которому просто нет поэтому мне кажется найдите дей из графика поездки и съездите в этот волшебный загадочный фантастический край на границу с казахстаном озеро эльтон называется то место где сейчас я отдыхаю волга серф кэм ехала я сюда ну буквально наверное минут 20 через мост знаменитый помните он танцевал у нас встал на место все хорошо с мостом поэтому вот могла бы порекомендовать непременно посетить вот этот замечательный красивый отель и еще одно место все-таки рекомендую это сарепта это в пределах города и я думаю что вам будет интересно посмотреть на восстановленный и на реставрированный домик аптекаре немецкого на кирху послушать орган и этот уголок немецкой культуры я думаю что тоже было бы неплохо вам посетить тем более что такое количество немцев по волжских здесь сформировали культуру на волге вот именно волгограде пишет мне илона лавренова как всегда образ очень гармоничный и с безупречной подачей слежу уже почти год за вашим творчеством из монреаля канада ой спасибо что указали откуда вы мне очень приятно меня в канаде живет моя любимая сотрудница моего салона это галочка и я всегда с трепетом смотрю новости про канаду потому что там живет золотое сердечко галина седова я очень ее люблю они вот теперь еще и вы оттуда илона вы не просто отличный дизайнер но и все ролики обработаны очень профессионально всегда спешу посмотреть ваше видео или иногда просто послушать машине подглядывая одним глазком мне конечно очень приятно что вы называете очень профессионально я сама уже говорил не раз делаю монтаж мне обложки делает мой друг профессионал и я стараюсь качество поднимать до того уровня чтобы вам было максимально интересно и комфортно и пишет елена федосова елена вы замечательная столько задач на вас лежит дизайнерские идеи вязание съемка монтаж и многое другое и вы совсем справляетесь практически в одиночку ваше видео интерьеры стали намного эффектнее вы для них арендуете студию или это ваша квартира я работая в салоне красоты имела опыт работы на дому как только я пошла учиться в технологический техникум то у меня соседи друзья родственники близкие знакомые приходили ко мне домой я знаю что такое работать дома поэтому я с большим удовольствием записываю для вас ролики либо в каких-то туристических местах как сегодня либо это студия конечно же студия ну во первых дома не всегда очень удобно свет поставить правильно выбрать грамотную локацию а прокомментировать я хочу следующее до того как я стала блогер в меня очень сильно удивляла с большим опытом визуальные блогеры не сходят с дивана с одного и того же по нескольку лет или своей квартиры я все-таки думаю что какая-то у меня ответственность должна быть до перед вами перед зрителями за то что вы видите в кадре или я сама эту ответственность на себя возложила и вот этот зрительский опыт когда я задавалась вопросом почему блогеры не смотрят в объектив почему они я потом узнала почему они не смотрят в объектив я уже рассказывала что у камеры есть от к одной так откидной такой экранчик и они смотрят на свое изображение туда забываю что все кто вещает на публику должны смотреть прямо в сердце это объектив я будучи зрителем задавалась вопросом ну вот уже пять семь лет вы так скажем в эфире да вы блогер визуальный вы не меняете локацию вы не сходите с этого день дивана для меня вообще как бы сейчас вот очень тяжело сидеть перед вами мне бы хотелось стать как будто бы я лекцию какой-то читаю наши чайки вот одна из них кстати рыбку несла вы представляете радостно вот визжала поэтому да я буду стремиться делать это либо в каких-то интересных местах либо в студии дома я снимаю только видео в специальном месте у себя дома для мастер-классов чтобы там локально вот было видно хорошо если это светлая пряжа то я что-то подстилаю темный у меня там очень мощный свет например когда я снимаю темное конечно же я использую белый фон для того чтобы было идеально видно и вот пишет трудно читаемо мелока sky автор узора не кучен или не здрасте не до свидания просто человек хотел выплеснуть свою компетентность ну как мне кажется типа того и все ну как-то в обществе в приличном наверное принято здороваться прощаться я думаю уж почему комментарии лишены такой культуры или этикета мне кажется это тоже я вот пишу некоторым блогерам недавно вот кстати писала благодарила блогера за очень хорошо раскрытую тему его ролика я конечно же поздоровалась сказал что с уважением потому что к его работе и мне нравится то как он снимает и вот пишет мелока sky автор узора не кучен или его еще в 2019 году опубликовала сама автор узора называется он promis и автор науми паркурс я отвечу на этот вопрос смотрите я знаю этого автора но очень часто публикует в открытом доступе всевозможные узоры есть переводы русских вязальщиц российских которые переводят эти узоры на русский язык но она неизвестно так как известен этот бренд потому что мало того узор можно создать нужно еще обладать другими талантами создать изделия которые захотят купить да еще за какие деньги вы же видели наверное у кучен или стоимость изделий от по моему 500 евро до 3000 евро и я хочу сказать это не просто все так делается я уже говорила что его подход к бизнесу к монетизации своей своей работы феноменальный это человек который создал из средневековой разрушенной деревни соломео создал культурный учебный центр рабочий в том числе там живут и трудятся люди которые получают зарплату у них даже на 20 процентов выше зарплата чем у специалистов такого же ранга в милане он все это перенес так скажем за город в деревню соломео где в том числе открыл и школу открыл театр и у него учебное заведение куда 10 человек конкурс здесь человек на место связи с тем что высокий уровень обучения вот этих ремесленников специалистов дизайнеров и я хочу сказать что не умоляю способности на уме с ее узорами но популярность даже ее работе создал именно брунелла кучен или его компания и хочу сказать что наверняка я уверена в том что брунелла кучен или ничего не мог просто взять и где-то позаимствовать какие-то может быть были соглашение он использовал я вот кстати зашла на сайт этой на уме и посмотрела она все время без устали просит донаты благодаря тех кто добровольно прислал за ее узоры деньги вы знаете вот эта позиция клянчить и не иметь возможности зарабатывать достойно она всегда пугала многих уйти в творчество потому что не все могут монетизировать свой талант это очень важно это в чем и и заключается феномен брунелла кучен или что у него сотрудники хорошо зарабатывают он сам хорошо зарабатывает он монетизировал свой талант я уже рассказывала о истории его предприятия началось все с кашемирова свитера скучных тонов и он решил их разукрасить продал их сразу на ярмарке ходил предлагал а что предшествовало этому он продавал пылесосы и дело в том что продавая пылесосы он получал в день до 100 отказов он не принимал это на личный счет и он очень натренировался предлагать грамотно относиться спокойно к отказам иногда даже грубости и вот это вот тренировка брунелла кучен или продавца пылесосов натренировала его для его империи будущее которое она тогда и не подозревал и я хочу сказать что вот на уме поучиться бы у брунелла кучен или монетизировать свой бизнес потому что она в каждом посте пишет а пришлите пожалуйста донаты если вам понравился мой узор если вы его использовали ну что я могу сказать гуманный капитализм от брунелла кучен или мне очень очень сильно нравится его изделия пользуются популярностью раскупается все очень быстро из новых коллекций я следила за некоторыми бутиками так что я хочу сказать что это хорошо что ручная работа и свитера ручной работы за такие деньги как у брунелла кучен или лора пьяно покупают с такой легкостью и пишет людмила овченникова добрый вечер смотрю с удовольствием всегда восхищаюсь красивая женщина умная талантливая правильная речь обожаю тех кто говорит правильно но просто меня напрягает что у молодых блогеров такая кривая речь спасибо за такие шикарные изделия за вдохновение в творчестве жаль что не успела на розыгрыш пряжи конечно все хотят такую шикарную вещь удачи успехов я разыгрывала не пряжу я даже не разыгрывала а это браслет и у меня есть акция которая называется дыхание и тот человек который после просмотра ролика первым закажет набор из перечисленных то он в подарок получает не набор пряжи он его покупает а получает браслет благодарю вас конечно же вот за такие слова в мой адрес мне очень приятно но вот вы хвалите мою правильную речь а большая часть критиканов именно критиканов находят петельки петельки на дело дел вы знаете попробуйте перед камерой что-то сказать даже те вещи которые для вас очевидны перед камерой иногда такой феномен мы говорим иногда не так как мы обычно это делаем поэтому я делаю ошибки накиды накиды петельки петельки много вариантов всевозможных ошибок но вот видите кому-то кажется что речь моя правильная а критиканам и хейтерам все время есть за что меня пожурить белый я положила не просто так он здесь лежит для того чтобы показать вам какие будут сюрпризы для тех кто первым откликнется и купит мои наборы пряжи и вот как раз эти аксессуары здесь тоже еще проект мы о нем поговорим дальше вот один из них очень хорошо подойдет вот к этой хлопковой версии моего кардиганчика по одной простой причине что он летний пляжный вариант я вам его показала в самом начале ролика как он может выглядеть и вот как раз вот этот браслет мне кажется очень хорошо подчеркнет время отпусков это когда мы можем позволить себе бижутерию которая очень яркая ну отпуск вообще хорошее время для того чтобы почувствовали себя свободнее и вот второй браслет это тоже для тех кто выберет для себя любой светлый любой светлый набор пряжи я сейчас вам покажу каким образом он крепится вот ну сразу могу сказать девочки вот эти вот неразъемные браслеты они должны выбираться теми кто все-таки имеет кисть не очень широк у меня маленькая рука и вот этот браслет тоже сейчас мы с вами его примерим кстати они и дуэтом очень хорошо смотрятся а я вам сейчас покажу версию другого браслета который как раз подойдет на руку с достаточно широким запястьем вот посмотрите какая красота он разъемный я сделаю анонс в telegram канале при покупке какого набора пряжи я подарю этот браслет так что следите за моим каналом в telegram и узнаете он очень красивый ну прямо ну очень сейчас я примерю вот так он открывается и посмотреть какой очаровательный браслет и и и Дорогие мои зрители, я благодарю за все те добрые слова, которые вы мне пишете, мне очень приятно. И я хотела напомнить, что мы непременно с вами увидимся в будущем, а я говорю вам пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok